Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Всё для клёва». Сегодня очередное видео на нашем YouTube-канале об арендаторах Днестра. Да-да, вы не ошиблись. Именно так по-другому их никак нельзя назвать, потому как люди, которые перекрывают доступ для того, чтобы обогащаться за счёт реки, ну, по-другому их нельзя назвать как мошенниками. Опять-таки, наш рыбак Дмитрий приехал на реку половить рыбу, и его вот эти вот товарищи с РСК «Маяк» не пустили на Днестр. На Днестр не пустили. Вы можете себе представить такое? Как это всё происходило, вы сейчас поведите. Но у меня сразу же возникает вопрос к голове селищной рады «Маяк» и к голове Беляевской райдерской администрации. Скажите, пожалуйста, вот почему вы не выполняете свои служебные обязанности, те, которые предписаны вам законом? Почему вы не гарантируете доступ, бесплатный доступ к водоёмам общего пользования? Вот объясните. Или вам нужно, чтобы рыбаки перекрыли трассу в «Маяках» возле моста? Чего вы добиваетесь? Чего вы не действуете? Объясните. Вы ждёте, чтобы рыбаки растращили там все эти помосты и спустили их вниз по течению? Вы хотите таким вариантом? Неужели нельзя мирным путём, нормально, спокойно решить эту проблему? Тем более, что это всё приписано в ваших служебных обязанностях, законам Украины. Отчего добиваетесь вы, РСК «Маяк»? Объясните мне, пожалуйста. Вы хотите супер каких-то доходов с наших рыбаков? У вас ничего не будет. У вас не выйдет, поверьте мне. Вы же понимаете, что наши рыбаки, они терпеливые до определённого момента. Но потом приходит край этому терпению, да, и получается не очень хорошая ситуация. Сейчас и так неспокойное и сложное время. И лишать рыбаков удовольствия бесплатной рыбалки на реке Днестр, ну это кощунство. Понимаете? Это я говорю не только голове селищной рады и голове райдешной администрации, но и вам, уважаемые вы наши, представители РСК «Маяк». Ваша алчность, ваше жлобство, ваша жадность с той, которой вы собираете эти деньги и не пускаете людей на Днестр, ну превышает все нормы нормального человеческого общения, нормального сосуществования. Вот что я вам хочу сказать. Ваша честь, это второй эпизод доказательств того, что арендаторы, которые заняли прибрежную полосу, не пускают людей на Днестр. Не знаю, сколько ещё нужно вариантов доказательств вам дать, но я думаю, что будет ещё не третий и не четвёртый. И сейчас обращаюсь ко всем неравнодушным рыбакам. Братья, давайте как-то вместе, консолидированно работать в этом направлении. Если вы хотите, чтобы эти бесплатные места для рыбалки были у нас. Я единственное, что вас прошу, это подъезжать к этому РСК «Маяк», даже без удочек, если вы рядом проезжаете, и просто проехать к территории Днестра. Просто попробовать проехать. И если вас отказывают, снимайте это на видео, для того, чтобы у нас было больше неопровержимых доказательств для суда, что эти люди нарушают закон. В прошлый раз, когда мы вызвали, полиция сказала, «Ребята, вас должны пропускать сюда бесплатно. Вы можете остановиться на любом из помостов и не платить за это деньги». На что охранник со спины сказал, «Вы понимаете, что мы вас теперь, за то, что вы вызвали полицию, никогда больше сюда не пустим». Ага, и теперь у нас начался на этой позе. Да, сегодня мы приехали опять, тихо-спеконь, выходит тот же охранник, который писал объяснительную, потому что с него тоже снимали показания. Я написал заявление. Так же, за что меня... Законность, да, снятие с меня 200 гривен за проезд к реке, и законность установления помостов на берегу общего пользования, и так же снимание оплаты за рыбалку. Опять, эта река, это... Ну, если чек я бы им не платил, вот куда они зарыбляют, или там не зарыбляют, вопросов нет. Они заложили туда денег, я приехал, я ловлю рыбу, которая там, да, в каком-то большем объеме. Ну, я приезжаю на реке, есть закон уже, ну... Ну, что еще? Надо, чтобы... Ну, да, то есть, инферка вас в тензе даже не к тому, что вас не пускают на помосты, вот эти, которые они опять же... Не пускают оборудовали, да? Сегодня, да, опять, когда оборудовали помосты, смотрите, разрешение в том человек, слушай, я вот пришел, сейчас я поставлю помосты, а потом вы захотите приехать с ними отдохнуть, я вам скажу, заплатить деньги. Ну, да, это все равно через... Понятно, это не правильно. Это неправильно. Сейчас у нас мы будем писать заявление, что нам ограничили тост. Он нам просто не дал проехать. Потому что мы будем собирать вот такие вот заявления и потом подавать в суд, чтобы их в законе ясно написано. Один, два, три раза подача в суд разводит договор аренды на их пользу. Я вам сказал, что я вас не пускаю кричать. Да, вы сказали, что закрыто. Потому что мы не работаем. А я еду на реку, вы ж не хозяин на реке. Езжайте, ребята, вон дорога, пожалуйста. Нет, вас не пускать, там шлагбаум мы вы поставили. Где там? Вы поставили раз шлагбаум, два шлагбаума. Я не могу, я не могу по кругу к вам заехать, не надо. Ну, а я причем? Прошлый раз, когда вызвали полицию, ваш начальник охраны сказал, что нас сюда больше не пустят. Мы когда приехали, наши друзья сейчас рыбачат там. Это я вам говорил, Олег Ильич. Это вы говорили вместе с ним. Вы рядом стояли. Я стоял. Еще раз говорю, вы нас сейчас на реку не пустили? Когда? Я на реку. Вот мы подъехали к вам. Два часа назад, когда? Я вам сказал, что мы не работаем. Я на реку еду. Вам закон. Там полный берег рыбаков стоят, вон наши друзья там стоят рыбовывают. Как вы не работаете? Как вы не работаете? Хорошо, как они туда начинаете? Как они туда? По одному, ребята, по одному. Это видео снял товарищ, который в этот момент как раз находился на рыбалке. Он проезжал через те же самые ворота, только раньше. Посмотрите, сколько машин, какие здесь помосты, какие тут стоят уже чуть ли не в домике. Понимаете? И это все на реке Днестр. Вот скажите мне, пожалуйста, это нормально, что вы 200 гривен берете и непонятно за что вы в своем талончике не показываете услугу, за которую вы берете деньги? Или, например, дорога. Посмотрите на эту дорогу. Вы в нее вкладывали деньги. За что вы берете 200 гривен с рыбаков? Объясните. РСК Маяк. Люди стоят вон в воде практически. И все заезжают за 200 гривен через этот РСК Маяк. Закон известен, который запрещает ограничение права общего водопользования, за которое идут штрафы и все остальное. Я вас что-нибудь не пускаю на реку? Да. Вон по кругу, вон река. Не езжайте. Нет, там шлагбаумы вы установили. Нет, там мы. Там не наша территория. Нет, мы едем сюда на реку. Так езжайте. Откройте ворота. Какие? Вы не имеете. Есть закон. Какой закон? Который, видимо, вам неизвестен. Потому что ваших хозяев вам говорят что-то другое. Скажите, а кто старший? Известен. Посмотрите, а кто старший? Сейчас я позвоню. Позвоните. Олегу Николаевичу. Олег Николаевич, добрый день. Еще раз тут эти товарищи приехали с полицией. Они установили там шлагбаум. И говорят, что я их не пускаю на реку туда-сюда. Я им объяснил, что мы не работаем. Ребята проезжают за 200 гривен, их пускают. Они сейчас приехали, они заплатили. Одну, одну минуточку. Тут один из, как, вы спрашивали, да? Что, чтобы старшего набрать? Кто старший, да. Вот, я ему сейчас трубочку дам. Это из полиции, товарищ. Даю трубочку ему. Алло. Давай, если мы напишем заявление и поедем по своим делам. А вы уже будете проверять. Да, ну, если у вас нет времени, давайте придумала. Да, ну, мы солнышно рыбалку хотим. Мы не дождаться, юрист сейчас при этом. Нет, мы хотим поставить юрист, да. Мы их, чтобы выполнить пакет документов. Да, у них есть договор аренд. Вот. Сейчас я покажу просто, я уже общался с их якобы, типа, там, начальником. То есть мы с ним, мы с ним спорим. Вот смотрите, вот это канал тракторка, ну, ты ориентируешься, да. Вот пошло место, вот ты как бы по кадастрову. Вот это все заставлено помостами и дониками. Мы будем здесь по коленам воде. То есть если я даже захожу, вот это второе уже Чехов пошел. То есть они мне говорят, получается, иди оттуда. Когда мы в прошлый раз зашли через те ворота, и там человек тоже приехал на велосипеде с Одессы, на рыбалку красвета, ему сказали, плати 200 гривен. Я говорю, так он пришел пешком, как бы, с той стороны. У меня вопрос. Сейчас цель ваша попасть на рыбалку. Наша цель сейчас написать заявление, чтобы вы проверили законы препятствия доступа. Я понял, нет, это в любом случае. Не через РСК «Маяк». Вот. По поводу... Смотрите, вы сейчас напишите за заявление. Все равно мы ломать, проникать не будем. Нет, я понимаю, что вы ничего не можете. Мы можем сделать это по решению суда. Вы очень понимаете, мы... То есть у нас есть обращение к народному депутату. У нас есть ряд людей, группа, которая готова заниматься против этого беспредела по всей реке. То есть оно просто так точечно не останется. Мы будем делать это постоянным, комплексным подходом. Да, есть юристы, которые хотят тоже рыбаки, и они помогут давать консультации. Есть депутаты, которые там... Народные у нас в Одессе, даже не этого района, которые... Мы писали даже обращение еще там в марте, там, перед карантином. Я обратился к народному депутату. Мы делали ролик по Днестру, по мостам, по захвату, по глубокому ручку. То есть все, что происходит на реке. Мы начались с замминистром по экологии. То есть мы писали заявление на, опять-таки, на проверку, чтобы Одесская экологическая инспекция проверила. Потому что даже когда они ставят помосты, они вырезают камыш. Вырезать камыш ты должен получить у нескольких инстанкций разрешение. Пусть поставить помост, ты должен получить. Договоры аренды, ну, на берегу нету опять. Опять, как прошлый наряд сказал. А помосты вообще в воде? Опять, даже если стоит, и пусть оно будет с заслонной, если возьмем тогда из фантастики, что дали разрешение установить помост, какой-то оборажить, опять, ну, запомнили, что я могу туда прийти, есть там с уход. Но они первые деньги говорят. Вот когда мы приезжаем, мы, ну, да. Стройтесь, рыбачься. Да, они говорят, мы для всех. Поэтому мы и снимаем. Я взял, я взял квитанцию, слушая, как они говорят, для всех. А потом вы пластили, нет, ни хуя, я брал деньги, нет, я брал, вы сами дали. Вот так. У меня было несколько квитанций. Если я уже получу деньги, я хочу, ну, это как бы... Конечно, за что? За что я плачу. Ну, видите, теперь он говорит, я вас не пускаю, вы объезжаете вокруг. Вот идут две дороги параллельные, потому что я могу прийти к той части, проехать, или прийти к той части реки. Там стоят два шлагбаума, я никуда проехать не могу. И когда я с их начальником в прошлый раз говорил, он говорит, ты ж видел, я поставил там шлагбаум и написал, рыбалка запрещена. Я говорю, в чеке-то, говорю, ешь на реку, нет, ты должен заплатить. То есть этим заканчивался разговор. Я говорю, вы понимаете, что, говорю, вызвав полицию, то закон будет на моей стороне. Ну, там приедут ребята, 10 ребят, там будут проблемы в этом. Ну, как обычно, разговор. То есть, ну, как бы, впротно этим заниматься. Мы хотим по закону, мы не хотим без предела. Мы раньше сюда заезжали и платили просто от себя, ну, вот там, 100 гривен, потому что ребята могли где-то дорогу. Было по 50 гривен одно время даже. А пешком мы шли бесплатно. Ну, то есть... Даже в прошлом году, буквально. Да, даже в прошлом году. Сейчас все, они хотят деньги, потому что, ну, это шаровые деньги. Вы не вкладываетесь в товар, вы не пишете проекты, у вас это не магазин. Да, просто я вот с кусок реки, как они говорят, там, практически все вот эти захватчики берегов, у них единственное, на каком основании я тут поставил помост, и я тут мусор убираю. Это вот главный их, я убираю мусор. Я говорю, я не сорю. Ой, тут такой был срач. То есть, получается так, я пришел, сейчас уберу три бутылки, поставил помост, и буду с вас требовать денег. Ну, это же, блин, совсем. Друзья, ну, вот Дмитрий находится сейчас вот здесь, возле КПП, да? Да, вот этот первый чек, да, вот они все чеки, я вам показываю, вот они все. Все четыре чека. Чтобы дойти до Днестра, тут необходимо пройти, ну, буквально там метров 400-500, не больше, вот, вот этот кусочек пройти. Вот. Эта фотография, получается, в гугл-картах летняя практически, и тут не видны эти все помосты, но тут их достаточное количество. Тут 12 штук помостов стоит сейчас, на данный момент. Те помосты, на которые не обращает внимания лесхоз наш, детский. Всегда люди проезжали вот здесь, по дороге, и нормально все умещались вот на этой территории. Теперь они говорят, едьте через непонятно куда, потому что здесь, получается, теплый канал, тут просто так же не проедешь. То есть нужно проезжать как-то сюда, а потом вот здесь, но тут-то дороги нет. Получается так, что РСК «Маяк» специально делает какие-то преграды для того, чтобы люди платили деньги. И деньги немалые, 200 гривен. При этом те деньги, которые РСК «Маяк» берет у рыбаков для ловли на Днестре, они эти деньги берут незаконно. И об этом я уже рассказывал в первой части. Эти люди с РСК «Маяк» просто издеваются над рыбаками. Поставили здесь железные ворота, перекрыли доступ к реке и не пускают рыбаков бесплатно. А за 200 гривен, да, пожалуйста, без проблем. Еще раз мы с вами вернемся к кадастровой карте Украины. Мы в прошлом первом видео разбирали информацию по поводу этого первого чека, да, РСК «Маяк». Но теперь давайте я вам покажу вот этих еще три чека. Второй, третий, четвертый. Так вот, мы можем увидеть здесь кадастровый номер этих чеков и площадь. 239,0496 гектара. Информацию об этих трех чеках мы видим вот в документе. Вот она площадь. 239,0496 гектара. Видим, что это коммунальная собственность Маяковской селищной рады. То есть, получается, любого жителя Маяк, это их собственность, скажем так, коммунальная, общая коммунальная собственность. Которая передана в аренду, так, кем? Маяковской сельской радой Беляевского района Одесской области. Переданы в аренду рыбосельско-господарскому кооперативу Приднестровец. Как мы видим. Значит, орган, который осуществлял державную регистрацию права, это Великодолинская селищная рада. А Беляевского района Одесской области. Причем тут они непонятно. Ну, ладно. Дальше, что интересно, вот здесь мы видим ведомости объекта Речевого права Одесская областная державная администрация. И самое интересное, посмотрите, какие-то тут обмежения есть. Охорона зоны на вколы объекта культурной спадщины. Непонятно, какая там культурная спадщина, но тем не менее. Это, конечно, можно спросить, вернувшись к первому листочку. Вот, вернулись к первому листочку. И эту информацию нужно было бы спросить у землевпорядника, рогачка Светланы Петровны. Которая осуществляла, то есть составляла этот документ. Итак, что мы видим по поводу рыбы сельско-господарского кооператива «Предднестровец»? Мы видим, что он в состоянии припынания. Тут повноважены особо Шевченко Тамара Александровна, Шевченко Андрей Федосеевич. Так, вот их не кведы. Тоже, кстати говоря, непонятно, за что они брали деньги за рыбалку. Тут у них нет этого кведа. Но это уже дело второе. Самое интересное другое. Смотрите, право наступництва. Смотрим запись. Значит, «Предднестровец» передает все рыбосельско-господарскому кооперативу «Маяк». То есть все четыре человека теперь будут за «Маяком». Теперь, друзья мои, становится понятным, почему, а я никак понять не мог, почему вот эти охранники НРКПП, которые стояли между первым и вторым человеком, все время говорят, ну ничего, ничего, типа ездите, пока вы ездите там на рыбалку за четвертый человек. Вот сюда мы ездили этим летом. Типа пока ездите, пока ездится. А вот с нового года, типа все перекроется, и вы сюда ездить не будете. И я не мог понять, почему. Оказывается, вот основная причина. Из-за того, что РСК «Предднестровец» заканчивает свою тут деятельность, и РСК «Маяк» начинает деятельность. И теперь, как я понимаю, они хотят перекрыть кислород всем нашим рыбакам. И застроить всю-всю-всю вот эту территорию вот этими домиками. Вы поняли, да? Потому как другой дороги, как заехать вот сюда на Днестр, нет. То есть тут везде получается плавнее, болтистая местность. То есть теперь становится понятно, что эти люди из РСК «Маяк» хотят полностью весь этот кусок территории заставить такими же помостами, которые уже стоят вот здесь вот, и брать с наших рыбаков деньги за рыбалку. Друзья, конечно, кто-то мог бы сказать о том, что, ну, чего прицепились к этому РСК «Маяк». Есть же вот этот дом рыбака, который оказывает платные услуги. Есть и вот эти вот «Ватер-Сити», да, которые тоже тут оказывают услуги. Есть вот этот дядя Боря, который вот здесь стоит, вот помосты эти, да, тоже платные. Есть на 46-м километре, есть много есть вариантов, в которых там люди стоят, да, и требуют деньги за рыбалку. Конечно, это все незаконно, и нужно приводить все к нормам действующего законодательства. Поэтому еще раз я хочу всех вас попросить, друзья мои, не платите деньги за рыбалку. И снимайте на видео всех вымогателей, которые от вас требуют деньги за рыбалку на Днестре. Уверен, что нас смотрят много умных единомышленников, которые могли бы помочь нам в составлении документов для подачи в суд. Поэтому, если есть такие юристы, отзовитесь в наш Viber-сообщество «Всё ли клёво Днестр?» Ссылка есть в описании к этому видео для подготовки таких документов. Друзья мои, вот так будем заканчивать наше видео. И в конце видео еще раз я хочу обратиться к вам и сказать о том, что если мы не будем вместе, если мы не будем консолидированы, то все берега нашего Днестра будут захвачены. И если сейчас, как бы, цены на эти места еще как-то доступны до какой-то категории граждан, да, то потом, поверьте мне, когда все будет захвачено, цены поднимутся. И для обыкновенного пенсионера-рыбака, и не только пенсионера, рыбалка будет недоступна. Поэтому, друзья, во-первых, подписывайтесь на наш канал. Во-вторых, у нас есть Viber-сообщество «Всё ли клёво Днестр?», в котором мы обсуждаем все проблемы, которые есть на нашем Днестре. Ссылка на это Viber-сообщество находится в описании. Пиши комментарии, ставь лайк этому видео, для того, чтобы как можно больше людей увидело это видео, потому как берега заняты не только на Днестре, а на Днепре, что творится. Все самые жирные куски тоже заняты. Поэтому объединяемся ради законного нашего права бесплатной рыбалки в водоемах общего пользования. Всем удачи, всего хорошего. Встретимся на рыбалке. Пока. Редактор субтитров А.Семкин